Больше полугода без души провели наши следующие герои. Последняя из двух душевых комнат в бывшем общежитии индустриальной 73 закрылась в конце марта. Тогда жильцам пообещали сделать специальные помещения на каждом этаже. Но до сих пор людям приходится ходить к знакомым и родственникам. Вот такая табличка, как напоминание о былых удобствах, сейчас украшает дверь единственной душевой в доме на индустриальной 73. В 21 веке без коммунальных благ остались жильцы бывшего общежития. Еще полгода назад на все пять этажей жилого дома работала одна душевая комната. В марте ее закрыли из-за прохудившейся изоляции. Вода, по словам жильцов, вместо труб попадала в подвал. В итоге люди остались без единственной возможности помыться. С прошлого года, да, с прошлого года. И все обещают, обещают. И вот недавно на вахте спрашивают. Сказали, что приходили, смотрели на чердак там, ползали где-то, смотрели, как, что делать. Все приходят, смотрят, все решают. А люди-то живут в основном здесь, молодые семьи живут в основном. Дети, дети. Да, дети. Этот дом попадает в поле зрения наших журналистов уже не первый раз. Еще в конце марта, когда закрылась последняя душевая, людям обещали, без возможности помыться они не останутся. Но до сих пор, чтобы принять душ, жильцам приходится ходить либо по знакомым, либо в общественные бани. Кстати, последнее людям предложили жилищники. Этот разговор мы записали еще весной, когда людям обещали новую современную душевую комнату. Во-первых, удобно будет людям. И, значит, душевые будут сделаны в соответствии с санитарными нормами и правилами, со снибами строительными нормами и правилами. То есть, они будут герметичны. Значит, ну, попросили их с этими неудобствами пока смириться, потерпеть, в баню походить и так далее. Я, например, я могу сказать, я иду по пояс, на кухне моюсь, потом ванну себе большую купил, а ниже пояса в комнате моюсь. Это что, нормально? Прошло полгода, а управляющая компания все еще решает вопрос. Душевые планируют оборудовать на каждом этаже. Вот в таких кладовых рядом с кухней. На днях жильцов оповестили, чтобы из помещений вынесли вещи. Но вот в обещанный срок, сегодня, ремонт так никто и не начал. На наши вопросы жилищники обещали ответить только завтра. Мы продолжим следить за ситуацией на Индустриальной 73. Сергей Курбан, Виталий Трапезников, Вестник Северодвинска.